здравствуйте дорогие друзья меня зовут юля вы на канале о вязании сегодня предлагаю вам связать вместе со мной мою самую любимую универсальную шапку она подойдет на объем головы 52 56 сантиметров вяжется очень легко из бюджетной пряжи и можно связать буквально за пару часов или же если у вас меньше времени возможно за вечер и так я вязала шапку вот из такой пряжи это lise lana gold classic 51 процент акрил 49 процентов шерсть 100 граммах 240 метров номер цвета данного мо . 348 это у меня цвет василек и я буду вязать шапку вот еще в таком цвете это уже будет 3 ну как я сказала это моя самая любимая модель она классно сидит по голове прям по голове без торчащей макушки здорово мне очень редко подходят шапки но эта модель классно смотрится и так для того чтобы связать данную шапку нам нужно меньше одного мо . этой пряжи если же вы не вяжете из пряжи lise lana gold classic вы можете подобрать пряжу по метражу которая подходит или же которая подходит для спиц три с половиной так тоже проще ориентироваться как я сказала спицы три с половиной круговые 40 сантиметров и носочные то есть нам еще понадобится что для макушки 5 носочных спиц у меня это четверка потому что трех с половиной не оказалось но так как этот четверка кубическая мы знаем что она как бы идет меньше нежели спицы были обычной формы поэтому пять спиц чулочных и для того чтобы начать нам вязать данную шапку нужно набрать 113 петель 112 петель это основное количество и 1 петля для смыкания в круг если она вам нужна если вы смыкаете круг без дополнительной петли то набираете ровно 112 петель или же если вы будете делать свои расчеты количество петель которое будет делиться на 4 части потому что мы будем делать убавки по четырем линиям вот посмотрите вам еще покажу вот вяжем резиночку 2 на 2 на 112 петель затем переходим на резинку 1 на 1 и у нас получается потом уже идет закрытие макушки резинку 2 на 2 мы вяжем 8 сантиметров резинки 1 на 1 вяжем 13 сантиметров и макушечку я покажу как мы оформляем закрытие и так смотрите я нахожусь сейчас в начале ряда мне нужно еще провязать несколько рядов чтобы было 8 сантиметров то есть вы набрали 113 петель замкнули в круг у вас выходит 112 петель после смыкания круг и вы вяжете резинку 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные здесь я вяжу лицевые классическим способом вот так а изнаночные бабушкины за заднюю стенку снизу вверх и так мы вяжем на высоту 8 сантиметров вяжем самостоятельно и так у меня уже связано 8 сантиметров резинкой 2 на 2 получается вот так и теперь мы будем сами вязать в обратную сторону резинку 1 на 1 и так ряд закончила на 2 изнаночных перехожу на другую сторону накид вот таким образом чтобы левая стенка шла перед правой спицей видите левая стенка это у нас правая стенка нити вот левая и дальше вяжем первую петлю изнаночную дальше лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так чередуем до предпоследней петли то есть вот эту последнюю изнаночную перед накидом мы не провязываем провяжем их вместе повешу маркер он будет обозначать начало ряда и вот эту изнаночную мы меняем стенки местами если вы вязали бабушкиным способом чтобы у нас правая стенка шла перед спицей вот правая стенка и накид провязываем с изнаночной петлей лицевой вот так за переднюю стенку снизу вверх провязали все и дальше вяжем изнаночную по рисунку вяжем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и так мы будем вязать резинкой один на один 13 сантиметров высоту вяжем самостоятельно и так друзья резинки один на один я провязала 13 сантиметров теперь нам нужно разделить наше количество петель на 4 части выходит по 28 петель и теперь мы берем в работу чулочные спицы каждую часть которая состоит из 28 петель мы переснимаем на одну чулочную спицу то есть одну часть на одну спицу вторую часть на вторую спицу и так снимаем как лежат петли и считаем 28 петель 4 5 6 7 самостоятельно доснимаем вот так это все теперь выглядит на каждой спице у меня по 28 петель вот начало ряда мы будем делать убавки в каждом втором ряду сейчас у меня идет ряд с убавками второй ряд без убавок то есть как смотрят петли я их провязываю и так первая убавка у нас будет начале ряда вот я вам покажу как делать убавки на первой спице и мы будем повторять все три остальные итак начало ряда я делаю убавку с наклоном влево в первом ряду с наклоном влево раппорт вообще убавок будет 4 ряда и так я снимаю петлю как ее провязываю дальше провязываю изнаночной лицевой изнаночной лицевой провязываю и набрасываю снятую на провязанную и затянула дальше вяжу как смотрят петли первая у меня лицевая изнаночная не довязываю до конца три петли на этой спице и так осталось меня три петли я меня изнаночную местами теперь у меня правая стенка изнаночной петли ближе ко мне находится и провязываю две петли с наклоном вправо лицевой и последняя петля всегда у нас будет изнаночной таким образом мы повторяем убавки на каждой из трех спиц которые у нас остались я провязала первый ряд с убавками до конца и дальше второй ряд вяжу как смотрят петли где лицевая вяжу лицевую лицевая 2 лицевая где изнаночная вяжу изнаночную лицевая изнаночная вяжем второй ряд самостоятельно я провязала второй ряд без убавок и теперь вяжу третий ряд с убавками так первая убавка мы провязываем две петли лицевой с наклоном вправо дальше вяжем как смотрят петли изнаночная лицевая изнаночная не довязывая три петли до конца три петли на этой спице не довязала до конца три петли теперь у нас будет убавка с наклоном влево первую петлю снимаю вторую провязываю и набрасываю снятую на провязанную хорошо подтянула изнаночная и так мы провязали с вами петли на первой спице такие же убавки повторяем на остальных трех спицах это будет третий ряд и он идет с убавками 4 ряд мы вяжем без убавок как смотрят петли как 2 принципе мы вязали дальше раппорт убавок повторяется то есть начинаем вязать с 1 по 4 ряд как я вам показывал надеюсь это понятно вяжем дальше самостоятельно и так я сделал балочки сейчас у меня на каждый из спиц по 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 и нахожусь я я провязала четвертый ряд без убавок теперь я буду делать убавки в каждом ряду то есть буду чередовать первый и третий ряд убавок и так сейчас я буду вязать первый ряд с убавками так снимаю провязываю изнаночную лицевой и набрасываю снятую на провязанную затем вяжу как смотрят петли меняю изнаночную петлю местами и делаю убавку изнаночную провязываю в конце спицы вот так это первый ряд будет и следующий ряд я буду также вязать убавки а убавки буду вязать как в третьем ряду и так я провязала первый ряд с убавками и теперь вяжу следующий ряд тоже с убавками как в третьем ряду и так смотрите убавка с наклоном вправо провязываю 2 петли вместе лицевой дальше как смотрят петли изнаночная и снова идет убавка с наклоном влево только уже меня на спице останется 4 петли вот так получается и повторяем тоже самое на следующих спицах и так убавка с наклоном вправо изнаночная хорошо нужно подтягивать и убавка с наклоном влево и последняя петля изнаночная вяжем до конца ряда и так смотрите я довязала ряд до конца с убавками меня получается на каждой спице остается по 4 петли теперь отрезаем нить где-то вот так нам примерно хватит сантиметров двадцать пятнадцать отрезаем нам понадобится игла можете убирать любую какая у вас есть и дальше переснимаем вот начало ряда чтобы стенки были расположены правильно петли вот смотрите лицевую так и снимаем а изнаночную если вы вязали бабушкиным способом то за заднюю стенку снимаем лицевую так и снимаем как она лежит изнаночную за заднюю стенку поддеваем и так пока все петли не окажутся на нити лицевую так и снимаем изнаночную за заднюю стенку лицевая изнаночная пересняла все петли теперь хорошо тяну нить только смотрите чтобы она не порвалась то есть с умеренной силой тянем выводим иглу на изнаночную сторону выворачиваем шапку и еще хорошо очень хорошо но снова же смотрите чтобы не оборвалась хорошо тянем дальше прошиваем вот эти петельки там по 2 по 3 петли вот так прошиваем и можно еще вот эту петлю заводить иглу вот так фиксировать снова прошиваем и можно в петлю снова заводить здесь расправим чтобы все хорошо потянулось вот таким образом смотрите и теперь мы конец нити прячем вот в эту косичку то есть там где у нас были изнаночные на лицевой стороне вот заводим иглу и подхватываем половину петли так сантиметров 5 этого будет достаточно до вт о я рекомендую оставлять кончик побольше потом можно его после этого подрезать после стирки вот так получается видите все аккуратненько все красиво вот такая шапочка получилось и этот кончик мы также прячем смотрите чтобы шапка была на лицевой стороне чтобы мы на лицевую сторону не спрятали конец нити нужно понимать где мы находимся потому что можно спутать и заправить кончик на лицевой стороне так вот лицевая сторона поэтому мы прячем на изнаночную тоже так же в долю петли где-то 5-6 сантиметров этого будет достаточно так здесь разровняли все красиво было и отрезаем снова же до вт о рекомендую кончика ставить побольше вот такую шапочку мы с вами связали на этом дорогие друзья все ушло меньше моточка как я обещала шапочка очень хорошо сидит по голове если вам понравился мастер-класс ставьте лайк делитесь этим мастер-классом своих соц сетях чтобы не потерять чтобы он всегда был у вас под рукой потому что неизвестно когда вы захотите еще раз связать такую шапочку и обновить свои знания желаю всем ровных петелек и вяжите с удовольствием